Продолжение следует... Итак, друзья мои, сегодня у нас в гостях гостя, которого вы так долго ждали, Елена Сажина. Ваши аплодисменты. Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы с вами будем в дружеской диалоговой беседе общаться. И в конце, конечно же, будет фотосессия и автограф-сессия. Да? 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 Да, да, да. Но у нас, к сожалению, ограниченный формат встречи, поэтому раскачиваемся сразу и быстро, потому что у нас на все про все, всего-навсего час, максимум час десять. Так что, друзья мои, давайте предоставим слово нашему автору и потом сразу задаем какие-то вопросы, которые у вас есть. Договорились? Всем привет! Прежде всего, я, давайте я скажу, начну с того, что вас так много, это так здорово, это так классно. Очень классно видеть, что все улыбаются, все такие позитивные, добрые, счастливые. Это прямо самое прекрасное. Я тащусь от того, что я даю это тепло и получаю взамен от вас. Они мне прямо самые-самые добрые. Вот. А сразу же, чтобы никто не волновался, не бежал, давайте это будет более такой домашней встрече. Сдавайте вопросы, какие вы хотите услышать. Что-нибудь, может, каверсное или просто там, не знаю, что я ела сегодня на завтрак. Что вас интересует? В общем, спрашивайте. Я открыта. Нет, давайте я первое спрошу. Давайте поднимет руку, кто читал мою книгу. Я! Классно! Как много рук! Понятненько. Ну, спрашивайте. Что, уже вопросы есть? Да, есть. Где-где-где? Где руки? Где гора рук? Все пока что здесь... А, вот есть гора. Как вчера день рождения, отметили. Ой, спасибо. Не мой день рождения. Очень круто отметить день рождения. Сразу видно, что следили с торисами. Я сегодня еле проснулась. И первый раз, наверное, кто... Вот мамочки... Есть здесь мамочки, да? Вот мамочки. Мамочки поймут, когда есть время тебе не так часто. Но ты можешь вырваться из дома, куда-то отметить. В общем, ты в три раза сильнее отвечаешь, чем обычно. Вот. И еле сегодня проснулась. Погуляли хорошо. На моем лице даже есть синячок небольшой. Я вроде его припудрила, но кто-то может заметить. Погуляли очень хорошо. Спасибо большое. Привет, Лена. Я очень рада тебя видеть. Я хотела спросить, а в каком ты сегодня магазине была? Ты выкладывала в торис буквально минут 10-15 назад. Как же называлась? В общем, да, очень классно, что прям вы смотрите. Я ехала сюда и очень долго выбирала, что я одену. И мне понравилась черная рубашка. И Ее такая счастливая. Но думаю, надо припудриться немножко, лицо в общем привести в порядок после вчерашней как раз-таки гулянки. И запачкала всю свою рубашку. И вот здесь буквально выходите, налево поворачиваете. И там какой-то магазин, не знаю, как он называется. Очень дорогой. Выяснилось на несколько дорогие магазины. Не, он прям вот здесь, прям какой-то в подвалчик спускаешься. Выглядит не очень, а ценник очень даже очень. Нормально устроились. Я не знаю, Зая, как это называется? На садовых подвальчиках. Кажется, на садовых подвальчиках. Ну, не то, чтобы я очень рекомендовала этот магазин. Но зато я приехала. Спасибо. Антиритон. Еще вопросы? Давайте, 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 спрашивайте. Давайте, может, о книге спросим. Как вы из них желали написать книги? Вот, классный вопрос. Дело было год назад. Когда родились дети, в общем, я не знаю, я как неопытная мама, я не знала в принципе, что делать, особенно когда двое детей. Я помню свои первые дни вообще в роддоме. Я с огромными глазами смотрела, говорю, как подгузник, что это такое? Как это? Это туда, это сюда. В общем, прочитала много литературы по воспитанию, по в принципе, уходу за детьми, что надо делать одно, другое, три, четвертое. Но спустя год я просто поняла, что у меня сформировалась своя картина видения, как и ухаживать, и воспитывать детей. Я из каждой книжки, наверное, взяла по чуть-чуть и подумала, что мне очень хочется поделиться этим, поделиться тем, что я сама где-то открыла. Потому что, допустим, там про распорядок дня, про то, как укладывать спать, сталкиваться с 90% мамочек. Я поняла, что где-то что-то придумала свое, где-то что-то выцепила. И мне так захотелось со всем этим поделиться, потому что я действительно в книге рассказываю какую-то систему питания детей, вот как у меня получилось. То есть в первом месте, я не стесняюсь, я плакала. Реально плакала. Когда муж уходит на работу, я стою со дна с двумя детьми, и они плачут, и не знают, что делать. Я тоже плачу, муж приходит, просто в шоке смотрит, и собака еще какает рядом, потому что не успела с ним погулять. Это было вообще-очень весело. И в какой-то момент, то есть я взяла себя за руки, я взяла блокнот, и думаю, буду распорядок дня свой записывать, там, не знаю, где-то с детьми погулять, а потом сходить обязательно за кофточкой, какое-то поощрение, в общем, в книге вообще все это расписано. И в один момент, спустя год, да, первый год, я поняла, что у меня спокойно получается и воспитывать детей, и заниматься собой, и у меня салон свой был, и вести свой бизнес, то есть прям вообще так правильно выстроила время, и смотря на других мамочек, у которых это не очень хорошо получалось, я прям очень хотела им поделиться, я приходила к ним домой даже, рассказывала, давайте так сделаем, эти вот это так-то, так-то, и захотелось поделиться, вот я рассказала, и мне многие пишут, спасибо большое, много чего узнали нового, люди пишут, что ничего нового не узнал, ну, потому что ему 35 лет, вот, и говорится, очень классно, что вы в своем возрасте таком рассказываете, поэтому книга действительно стоящая, что для мамочек и для девочек, которые реально я сама и написала, и перечитала, и еще раз перечитала, и каждый раз думала, я такое написала, я даже не верю, что это было очень тяжело просто, в принципе, составить, знаете, вот ты садишься писать книгу, как я была, я одно написала, другое, третье, четвертое, пятое, но самое тяжелое, это состыковать воедино, чтобы это получилась целостная картина, сколько раз я за это бралась, я потом уже передумывала, я поняла, почему, не знаю, сжигали книги, потому что в один момент я думала, все, нафиг, это нужно, все, это вообще там путаница какая-то, вот, но я все-таки это сделала, я до сих пор не верю, что это сделала, вот, но я ответила, в принципе, да, на вопрос, еще вопросики, да, во сколько лет ты сделал свою первую тушировку, и как ты на нее решилась? Классно, но все-таки с подвохом вопрос, ой, даже это, стыдно говорить, я же мать, дело было в 12 лет, да, по-моему, или 14, или 12, но я очень сожалею, я не рекомендую в таком возрасте принимать такие серьезные решения, которые будут преследовать вас на протяжении всей жизни, я пошла просто друг сделать эту татуировку, а друг такой прям очень боязгливый, он говорит, блин, я боюсь, Лена, пошли со мной, пожалуйста, я говорю, конечно, ладно, я буду держаться за руку, в итоге, короче, ему набивали, держала его за руку, потом все нормально, я что-то полистала, там тоже татуировки посмотрела, и ко мне приходит такой татуировщик большой, такой накачанный мужик, такой подходит, ну что, выбрала? Нет, 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 он такой, да нет, выбирай, вот эта бабочка, нравится, я говорю, ну симпатичная, да, давай, берем, выбора просто не оказалась, я постеснялась, говорит, что нет, я не планировала, он был такой большой, серьезно настроенный, вот, и в итоге, короче, набила, не говоря маме, никому, вечером прихожу домой, у меня все, поясница, я просто думала, что будет вот такая маленькая, а не на всю спину практически, на всю поясницу, мне вначале стало очень плохо, я потом не понимала, что происходит, пришла домой, думаю, ну что, надо как-то маме сообщить, ну, пипец маленькая девочка, я бы убила на самом деле, сейчас представлю своих детей, вот, и думаю, подхожу, говорю, мам, плачу, все, говорю, я набила, ой, я набила тут урок, мам, прости, что не сказала, как сейчас помню, мама говорит, Лена, не переживай, ничего страшного, все хорошо, ну, с кем не бывает, главное, что там хорошая студия, там все, главное, что чистая, стерильная, говорю, да, она говорит, ну, показывай, я показываю, она говорит, твою мать, она на всю спину, неделю мама со мной не разговаривала, вот, ну, в общем, немножко пожалела я об этом, так что принимайте грамотные, взвешенные решения, учитесь на чужих ошибках, ну, вот, что, еще вопросы? Да, конечно, садись я. А, что у тебя тут наколото на руке? Я просто не увидела, где у тебя тут урок, я ж мать. Я думала, а, Телли Куэли, такая, какая есть, такая миленькая, такая маленькая надпись, захотелось мне. Еще вопросы? На ноге написано, пора спорадаться сразу, предвкушать эти вопросы, через терник, звезды, да? А, что? А, тут уроку, конечно, вот. Такая секундная. Здравствуйте, а можете дать пару советов, как снимать контрревание, как у вас? Ой, спасибо вам за комплимент. Как ты зовут? Вероника. Вероника, очень приятно. А, крутые. На самом деле, совет это, наверное, только делать то, что тебе нравится, даже видео. То есть, ты, не знаю, идешь, все, вообще все началось. Это просто, в принципе, смешно, обыгранные жизненные ситуации, с которыми, ну, часто кто-то сталкивался. Они поэтому смешны, потому что максимально жизненные. Мы не придумываем прям сценарий, там сидим днями и ночами, что-то происходит, мы сразу записали, и потом это отсняли, естественно, немножко переиграв, чтобы было смотреть интереснее. А, вообще, просто вспоминая два года назад, как это все решилось, мы с Пашкой снимали просто на iPhone, вот, просто в iMovie монтировали, просто вообще не парились, я даже не потеряла камеру. Есть какие-то видео, где видео замутненное, там, видимо, в камерсе пылили в песке. Вот. Все, на самом деле, наверное, какая-то фантазия, воображение. Придумал, снял, смонтировал, выложил. Зайдет, не зайдет, смотришь, не сможешь. Я, на самом деле, пересматриваю в iMovie, который, ну, ролики, которые мы снимали два года назад, там такой трындец, как мы снимаем. Вот, но все равно я пересматриваю и улыбаюсь. Если вам это нравится, значит, вы обязательно найдете свою аудиторию, которая тебе тоже понравится. Главное, делайте все с душой и не останавливаться, потому что было столько моментов, когда мы с Пашей останавливались, ну, как, даже Паша, по-моему, смотрит, он помнит, о чем я говорю. Говорю, зайд, давай еще снимать. Он говорит, да не заходит, посмотри, 9 просмотров, нафига это надо? Говорю, нет, нет, давай еще, я придумал. Это будет очень смешно. Вот, и он как-то не останавливаясь. Спустя полгода набрал 100 тысяч подписчиков, да? Или 70 тысяч, или 50. Ну, в общем, на тот момент мы все-таки уже поверили друг другу и продолжили. Но первые полгода было тяжеловато. Да, Ктенни? Какая смелость твоя жизнь после рождения детей? Ой, кардинально, вообще кардинально. Я такой человек, что я очень хотела забеременеть прям максимально рано, я хотела быть молодой мамой, я хотела с детьми, как моя мама, расти там в ногу со временем, там все вместе. У меня мама сидит в Инстаграме, залипает там всякие штуки. Я даже половину уже не знаю, что она там делает. И я всегда хотела именно этого, но я не знала, что дети это действительно огромная ответственность. Ну, вроде ты как бы понимаешь мозгами, но осознаешь, что действительно уже, наверное, в первые дни рождения детей ты понимаешь, что все. И в этот момент, ну, не то что изменилось, как первое время было очень тяжело, я не могла, если до этого у меня было много свободного времени, я могла, в принципе, просто взять из дома и выйти из магазина, то тут, чтобы выйти в магазин с двумя детьми, я одна дома, просто купить продуктов мне требовалось полдня. Пока я детей запакую, одену, коляски снесу, мы дойдем до магазина, у нас двойная коляска, в магазинах в ближайшем мы не вмещались, то есть нужно было идти очень далеко, если плохая похода, в общем, мне дико не хватало времени, я дико уставала. Я смотрела на фотки счастливых подружек, которые там отдыхают, ходят на дни рождения, там гуляют, и понимала, что, господи, мало того, что я не могу себе позволить так отдохнуть, так параллельно я еще не могу выглядеть так же, как они, потому что после родов, естественно, ты еще животиком, еще там детей кормишь, у тебя... Не, ну, груди, ты, конечно, красивая была. Ну, в общем, мне катастрофически не хватало времени, жизнь изменилась кардинально, и здесь я благодарна очень лужу, потому что он меня поддержал, он ушел с работы тогда, чтобы помогать, ну, как, ушел с работы, перевел на дистанционно, вот, и начал помогать, в этот момент я думаю, фу, значит, все-таки... И по сей день, то есть времени вроде как бы меньше, но зато ты грамотно учишься распределять свое время, если до этого я не умела этого делать, то есть я, ой, хочу на дискотеку, да, пойду, ой, хочу там в книжный, хочу туда, в магазин, 30-е, ты идешь, а тут у тебя малое количество времени, ты его настолько грамотно распределяешь, и выбираешь только действительно то, что тебе необходимо и нужно, и отсеиваются всякие, там, не знаю, посмотреть телик, полежать, посмотреть, кино, ну, в общем, половина развлечений, а дети, но дети, цветы жизни, они когда бы, спустя какое-то время, где-то через месяц, если первый месяц очень тяжелый, ты понимаешь, что твоя жизнь, прямо, только к лучшему изменилась, и каждый день ты благодаришь просто Бога за то, что у тебя есть дети, я сейчас по ним говорю, я так скучиваю, и все, вопросики. Как часто ты ходишь в зал? В зал? Ой, мы купили же абонемент, вот, на полгода, и, чтобы понимали, насколько часто, где-то 12 посещений было всего лишь. Нет, ну, раз в неделю ориентировочно, это бывает реже, раз в две недели бывает, не хватает времени, катастрофически, но у меня самой для себя есть тренировка, 15-минутная тренировка, в которой дома я расстилаю коврик, и делаю каждый день, я материально 15 минут уделяю, просто физкультура, разминка, разогрев мышц, плюс пресс, верхний и нижний, 15 минут, ну, и планка в конце, и вот это я делаю практически каждый день, то есть 4 раза в неделю стабильно делаю эти упражнения, а до зала редко добираю. В зал это такое, там надо с тренером заниматься, чтобы действительно был результат, либо человек, который в этом разбирается, я не очень понимаю группы мышц, я стою, качаю, ко мне подходит тренер, говорит, господи, да что ж ты делаешь, это же вообще упражнение для рук, а не для ног, тренажер. Вот, а дома, как бы, какие-то свои упражнения я делаю, а в зал пытаюсь заставить себя ходить. О, привет, ребята, как вы, нормально отрезвели? Вот, сейчас, в вечеринке. Да, еще вопросики. Да, 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 ты. Так, а вы, давайте. А почему вы решили по мне ехать на съемку? Ой, ой, мы не решали, так само получилось. Предложили съемки, я поехала на съемку туда, буквально на пару дней, я прошла кайф, все, мне говорят, полгода будете сниматься, телекафе, я говорю, классно. И это было 5 сентября, 6 сентября, у меня день рождения. Получается, я 6 сентября должен был быть первый день съемок. И тут бабах, в 4 утра приезжает Паша с детьми, с собакой, с Никитой, с темой, кажется, совсем. И говорит, все, я решила, что ты одна здесь не будешь, мы будем жить все вместе. И, в принципе, Паша сам принял это решение, мы пожили. И мне кажется, я верю в то, что город либо принимает, либо не принимает. Есть такое, что ты сам понимаешь, ты чувствуешь это место, нравится тебе этот ритм жизни. Вот это все, нам нравится, нам нравится эта активность. Я приезжаю в Питер, я прям, Питер для меня это душевный город. Здесь так хорошо, здесь каждая улица, здесь она пропитана творчеством, просто запахом такой, не знаю, здесь прям айфорическое состояние. А Москва, она для работы, вот прям она такая движовая. И мы приезжаем в Москву, как бы мы там, вернее, мы там поселились, живем, мы там постоянно работаем, что-то делаем. Я сама прям не могу поверить, господи, книгу, подгузники, что-то еще, как я это все успеваю. А в Питере как-то наслаждаешься. Но опять же таки, это дело характера, и вот реально каждому свое. И ты понимаешь, чувствуешь или нет. Ну, как-то, короче, сами так решили и переехали в Москву. Еще, еще. Яночка, скажите, пожалуйста, а сколько у вас ушло времени на книгу? Ну, сколько вы писали ее по времени? И трудно ли, тяжело ли с детьми? Как, ну, воспитание дается тяжело? По книге 9 месяцев, главное, получилось. Вот, причем, само, большее время составляло 9 месяцев, потому что я не могла спокойно, то есть, не знаю, садишься утром, детей покормил, поиграл, все, они занимались своими делами. Рядом сидят, ты начинаешь что-то писать, и то пописать, то попить, то дно, то другое. Я очень быстро теряла мысль, мне очень тяжело было сосредоточиться, поэтому приходилось куда-то уходить, либо пить кофе в кафешке, как в этих американских фильмах, все красиво. Либо в гардеробной просто забиралась и писала. И больше времени еще уходила на то, чтобы вот это, как я говорила, все в едино слепить, потому что прям все было такими кусками, и я прям ловилась на мысль, что мне не хотелось-то все склеивать. Я думала, можно как-то так. И с детьми воспитание. Я вот, когда была беременная, я думала, что все так просто, что там, научил поесть, научил попить. А дети-то, они, во-первых, не рождаются своим характером. И вот, к примеру, если у Алиночки у нас характер такой спокойный, такой творческий, такой рассудительный, то милота – это жесть. Она просто, она вообще, вот она потянулась за книгой, говорю, это не надо, я вот так аккуратненько отставлю, она такая смотрит на меня – а-а-а-а, и добавляет. То есть, зависит, конечно, от ребенка, но я поняла, что воспитание – это не просто воспитание по книгам. Ты должен чувствовать своего ребенка, ты должен прям вообще понимать, что он хочет, ты должен научиться распознавать. То есть, не просто так ребенок плачет, ты думаешь, зачем он плачет. Ты, когда начинаешь чувствовать и понимать, почему. То есть, ты ему объяснил, ну, там, ну, эту книжечку нельзя, ну, ты ее порвешь, как все остальные. Вот это можно специально купить, чтобы ты ее порвала, смотри, тут Мишка и все остальное. И в последнее время я больше ловлю себя на мысли, что благодаря воспитанию детей, и, ну, мало того, что появляется и дополнительное, у тебя много свободного времени, но и дети чувствуют себя спокойно. Потому что в первое время было очень тяжело, когда, ну, они где-то месяца 8-9, когда они, в принципе, уже понимают все, что происходит вокруг них, ты начинаешь их воспитывать, но ты начинаешь воспитывать по учебникам. И ты пишешь так, вот это здесь, вот это здесь, тебе надо лечь спать. Ты сидишь, почему ты не ложишься спать. А когда ты всем сердцем открываешься и проникаешь к твоему ребенку, то воспитание становится очень легким, простым. Оно как само, как-то получается. Поэтому на сегодняшний день скажу, что сейчас мне как-то легко. Я бы, наверное, нашла золотую вот эту середину между своими детьми и собой. Сейчас могу сказать, что мне легко дается воспитание. Но только сейчас. Потому что совсем скоро они еще встанут на новый уровень, начнут там разговаривать, начнутся крики, начнутся объяснения. В общем, нет, тяжело, наверное, воспитание. Ну и легко, не знаю, что ответить. А вторая часть книги выйдет? Такой вопрос. Я, честно, очень хотела. Мыслей очень много. Но как я представлю, что это заново надо все вот это вот найти. Мне кажется, если много будет желающих, кто скажет, Лен, прям, он, видите, прочитал эту книгу, не так много, как оказывается. Вот, поэтому если я прямо вижу там горячие глаза, типа, Лен, это было круто, давай еще. Я ради вас напишу. И еще, кстати, да. Почему именно Хаски? А тебя как зовут? Дима. Дима, очень приятный день. Хаски созданы для ласки. Мы когда переехали с Пашкой здесь, в Питере, жили на просвете просвещения, и мы там задумывались, ой, может быть, там детишек заведем. Он говорит, давай сначала собаку, ну, потренироваться. Он говорит, давай. И мы взяли маленького Хаски. Я просто, когда я его видела на улице, большой такой гулял, я смотрю в эти голубые, глаза голубые-голубые, в эту такую шерсть, и они такие добрые-добрые, пушистые. То есть я люблю либо маленьких, пушистых, там, чухохуашек, ну, Паша их не любит. Он говорит, я сяду и раздаврю ее. Он даже один раз пытался, у нас то и чего сделать, но собаке друзей. Вот. Не расставил. И хаски, они вроде такие же, только большие и пушистые, и они такие дружелюбные. То есть эта собака несознанно, не знаю, как-то охранять. Это у нас столько было историй, при какие-то свидетели ИГОВЫ нам звонили в дверь, я такая стою и говорю, Мартин, Мартин, покажи что, ты собака. Гафы, скрою ты сам. Голос, голос, голос. Она такая, ау! Я открываю дверь и там говорю, о, у вас чучка, хопушка там. То есть они несознаны для того, чтобы как-то охранять, или тебе было с ними спокойно. Они несознаны просто для души. А у нас такая семья творческая, душевная, и вот хаски очку записывает, вот прям вот это творчество. И просто тяжело это прям рассказать. У нас каждый день что-то вытворяет Мартину, он очень такой душевный, творческий. И вот как раз таки видео, кто видел хаски, у нас как человек, мы его делали там с руками, якобы он там пьет, читает газету. Никто-нибудь видел? Хаска. Вот, классное, да, видео? Он реально такой. Он реально такой. Еще вопросики. Я хотела бы спросить, скажи, пожалуйста, ты когда успеваешь спать? Просто, знаешь, у тебя такой большой вид в жизни просто, вот, например, у меня тоже ребенок, он сейчас со мной, потому что я вот здесь никуда не малькую. Он такой непоседливый. Я просто не понимаю, у меня настолько вот шумно, он такой вот весь, видишь, даже все капризны, да. А у тебя их двое, двое, да уже что-то, знаешь, я просто удивляюсь тобой. Скажи просто, когда ты спишь? Когда ты все это делаешь? Я в последнее время сама, на самом деле, сталкиваюсь с мыслью, я осознаю, что я... Как тебе это вот? Настя. Настя, очень приятно. А, я не вижу, а там кто? Степа. Степа? Степка! Не балуйся много. Ой, опять же таки, спать, сплю очень мало. И даже когда сплю, я, по-моему, придумываю ролик. Я часто просыпаюсь ночью, от того, что ой, придумала, придумала, придумала. Такой, блин, надо же спать. Я засыпаю и не записываю, забываю все. Так вот, сплю мало, но опять же таки, возвращаюсь к грамотному распределению времени. Когда появляется свободная минутка, я... Вот просто как раньше, я не знаю, свободную минутку я ложилась, так и... Фух... И лежала. Вот. А сейчас, я скажу, свободную минутку, о, можно написать пост, о, можно там сделать то, а можно там то-то-то-то-то-то. Я распределяю время и за счет этого в совокупности полноценной не могу как бы расслабиться, там, не знаю, посмотреть там фильм какой-то. У меня реально часто муж сидит там в игры, играет или там фильмец смотрим, а я на заднем фоне то с детьми бегаю, то там что-то придумаю, то то что-то снимаю. Вот. Даже в сторисах можно иногда замечать, что Пашка на заднем фоне что-то делает. Ну, помимо смешных моментов, иногда смешное что-то делает. Не расстраиваюсь к тому, что мало отдыхаю, но зато какие-то дни рождения, которые были, я прям хорошо отдохнула. Прямо от души отдохнула, чтобы на ближайший месяц не думать о том, что надо отдыхать. Опять-таки, просто Милана, она очень-очень такой боевой, капризный, нарджайзер, такой ребенок, прям она у нас сух. Она может, вот просто, не знаю, даже меня иногда выведет из себя в плане активности и все остальное. Но вот если ребенка грамотно занять, то придут какие-то развлечения, игрушки. Опять-таки, какие-то прикольные раскраски есть, которые мочишь, и они там проявляют. Раскраска 30 минут, все, ребенка нет, я сама там что-то поделала. Потом у нас дома просто очень много игр, действительно, развивающих, вот как начинаются всяких... Сейчас у нас и Мозайки, и Лего Дупла мы купили, и какие-то Барби-домики, чтобы складывать. Ну, в общем, очень много разнообразных всяких игрушек. И плюс, кстати, я рассказывала, когда игрушка там надоедает, мы придумываем ее по другому значению. То есть, там, не знаю, там Мишка разговаривал, классно-классно пел, а сейчас надо Мишку закинуть в корзину. Я им показываю, и такие, как так? И начинают сами привезти. То есть, и вообще, из любой мелочи можно придумать увлечение ребенку. Вот, главное, как-то, пофантазировать, и все, ребенок там занят, он полчаса мячики в корзинку кидает. И ты уже занимаешься своим делом. В общем, грамотное распределение, минимум сна, и все. Секрет с никого под глазами. Да, еще вопросики. Как вы справляетесь с плохим настроением? Привет, как тебя зовут? Меня зовут Эгелина. Эгелина, у тебя такая улыбка, прям, сейчас такая, немножко, ты как, справляй? Спасибо. Плохое настроение, конечно же, иногда бывает. У всех оно бывает, но в такие моменты я всегда в себе ловлю на мысли. Смотрите, допустим, у вас что-то задалось не так. Бывает такое, встали не с той ноги, что-то не так там, да? Вы такие сели и подумали. Во-первых, я живой, я здоровой, у меня все хорошо. Сейчас мне детки, у меня есть муж, у меня есть мама. Думаешь о всем самом хорошем, что у тебя есть, что у тебя окружается, друзья, которые тебя всегда поддерживают. И ты думаешь, что жизнь-то, она одна, и она может очень быстро пролететь. И зачем тратить, растрачивать свое время на негативные эмоции, на грусть, на печаль, на злобу, на обиду. Порой хочется поплакать, порой нравится то состояние, что немножко погрустить, поплакать, включить лирическую музыку, но ты от этого, не знаю, получишь удовольствие. А просто, в принципе, тратить свое время на какие-то такие плохие эмоции, прям вообще не хочется. И просто думать о самом хорошем, о том, что вас окружают хорошие люди, о том, что у вас всегда есть поддержка, у вас всегда есть друзья. И каждый из нас, мы настолько все индивидуальные, настолько все разносторонние. И когда, не знаю, ты понимаешь, что находишь то, что ты себя любишь, находишь себя в этой жизни. Это все, мне кажется, мне надо было быть психологом, потому что я настолько углублялась, настолько изучала себя, изучала там характеры, настроения, эмоции, как им управлять. Потому что я сама по себе, я, Пашка, надо взять, я иногда могу быть прям очень психологой. Прям очень. И в том плане, там, не знаю, что мне не понравится, там, Паша приготовил омлет. Почему глазунью? Я хотела омлет. И все, я не тарелку могу запустилить. Раньше такое было. Вот. А сейчас ты такая рад глазунья. Ну, это же прикольно. Сейчас Толя сниму, глазунья лучше в кадре смотрится, чем какой-нибудь омлет. То есть везде, в каждой ситуации можно находиться туда позитивное. И этому надо учиться, этому действительно надо учиться. И когда у тебя начинает это получаться, ты понимаешь, что что-то, грустила, там, не знаю, плакала, портила свою косметику, все бы потекло, а бабах, ты улыбаешься, веселишься, ты получаешь все это в удовольствие. Вот. Так что только правильные мысли и самое позитивное кушление. И покушать, да, кстати. Я от еды очень завис, что-то прямо. Вообще мы порой с собой берем еду, ланчбоксов, потому что я, если я голодная, все знают, я могу очень злиться. Да. Долго ли вы выбирали имя для детей? Были ли у вас с мужем разногласия по каким поводу? Да. Долго. Ну, вообще, Паша мне, как только мы встретились, он чуть ли не на первом свидании говорит, дочка у нас будет Лилия. Я говорю, смысл? Первая встреча какая-то дочка. Вот. А он очень хотел Лилию. Но я подумала, когда выяснилось, сначала мы сказали, у нас будет мальчик и девочка. И мы подумали, Лилия и Дмитрий. Потом он мне сказали, что, ну, как бы Лилия с Дмитрием не очень, давай Алина и Дмитрий. И мы решили, будет Алина и Дмитрий. И тут бабах, где-то на 23-й неделе, нам говорят, у вас две девочки. Мы такие, Паша говорит, все, будет Лилия. Я говорю, да, давай Лилия и Роза, давай у нас цветник с тобой будет. А сына горшок назовем, ну, чтобы точно. Поедино. Вот. Мы долго думали, спорили, Паша все наставил на Лилии. Я прям, да, смотрю на Лилия. Вот. А потом в этот момент мы все-таки решили, что Алина. И тут я поехала. А вторую думали, как девочку, получается, не зовем. Я поехала в Макдональдс. Я беременна прям очень любила Макдональдс. В принципе, как и сейчас ничего не поменялось. Ладно. Съела чизбургер, картошку фри, попила кола. Я беременна. Это в такую сладость идет все. Вот. Еду, и впервые у меня живот заикал. Внутри меня начнет кто-то якать. Такой. Я такая, да ладно. И вот как раз таки мила. Она, которую мы не знали, как назвать еще на тот момент. Она мило якала. Это было так мило, что я приехала домой. Говорю, только не переставай якать. Сейчас папу порадует. Мы приезжаем, и Паша говорит, смотри его к животу. Это так мило. И смешно. И мы решили, что назовем Милана. Потому что Мила, потому что она екала после Макдональдса. Она вырастет, я расскажу, забавно будет. Вот. И так и пошло. Милана и Алина. И потом подумали, что можно будет сделать хэштег. Лина Лана. Что мы их так будем называть. Лина Лана. Что так прикольно, созвучно. Ну, мы их все равно называем по-другому. Но история-то осталась. Активный, гиперактивный ребенок была. Я не успела. Я четыре раза ломала ногу. И причем три раза из них в одном же месте подъезде. Настолько я счастлива и убегала гулять на улице наконец-то. Меня загоняли домой покушать. Я поем. Такая, все, гулять. И на третьем этаже упаду с лестницы и сломаю ногу. Я уже в третий раз. Бабушка со мной даже не хотела ехать. Говорит, ты опять? Ой, скоро у вас идти? Я вам его достала уже. Вот. Два раза руку ломала. Ну, тоже, потому что слишком активный образ жизни был. В детстве такая, все. Я билась во все косяки. Мне часто бывало такое, что я прям вылетаю на улицу. Такая, ребята! Коленку расшиваю. И билась реально во все косяки. Да это я тут по сей день, кстати. Хожу постоянно на ногах. Даже можно смотреть. Стоится, постоянно какие-то синяки. Я постоянно тут ударюсь. Если тоже слишком нежная кожа, у меня все сразу в синяки проявляется. Вот. Поэтому кося. Еще была кличка... Нет, так его не скажу. Я просто не знаю почему, но маленький КамАЗ еще меня называли один раз. Нас вызывал. А еще вопросы? Меня зовут Любовь. Привет, Любовь. И вы планируете еще детей? Да. Да. Мы часто это обсуждаем, думаем. Конечно, хочется. Нашим надо немножко встать на ноги. Вот. Ну как... Мне кажется, еще через годик можно прям все. Совокупляться. А сколько вы, примерно, детей хотите? Еще двух мальчиков. Убившись у вас, у меня. Было прям вообще... Слышишь? Ну, мальчик. Договоримся. Было бы классно. Хорошо. Здесь... Да. Когда будет Вайн с Харли Книнг и Джокером? И вообще сложно ли снимать с Вайн? Нет, на самом деле... Сложно. Я просто вот думаю, что я пролетела весь съемочный день. Это зависит от своего Вайна, потом и зависит от компании. Не знаю, я одна там, не знаю, села на телефон, договорила, мне было бы не сложно. А из-за того, что у нас большая команда, и каждый думает, один говорит одно, другой другое, в третьем вообще поссоримся, мы поменяемся весь день, вообще весь Вайн. В этом плане сложно. Но когда ты делаешь это с душой, просто на приколе, то это легко. А с Харли Квинн через недельку. А вообще, часто, Мальчик, ну как бы, когда ты придумываешь Вайны, как бы... То ночью, то днем. Сложно ли это придумывать? Ну, я говорю, мы особо не запаримся, чтобы прям сильно-сильно придумывать. А большинство, это просто жизненные ситуации, там, не знаю, я иду поднимать по эскалатору, смотрю вниз, а там все люди как пингвины ходят. Я думаю, ой, как прикольно мне это делать, как бы ты в ванне, да-да-да-да, и все, и пошло. То есть, как-то все, что жизненное происходит, когда пошла в магазин за хлебом, купила кучу продуктов, конечно, забыла хлеб, это же жизненно. И ты просто запомнила, не просто поржала, а записала заметки, придумала, потом отсняла комичный обыгран. Да? А вам много зарабатываете на инстаграме? Я бы не назвала инстаграм заработком. То есть, нет, немного. Хочется просто максимально, быстрее. Да. Я так ухожу. Ты сказала, что ты была в детстве гиперактивным ребенком, если так можно сказать. Были ли какие-то мысли у родителей отдать тебя в какой-нибудь спорт? Отдать тебя в какой-нибудь спорт? Нет. Отдать тебя в какой-нибудь спорт и занималась? Ты не занималась? То есть, каким-нибудь спортом? Занималась. Я много чем занималась. Я пробовалась и бокс, и калькобежный спорт. Чем-то не занималась. Много чем было. И у меня такое детство было. Я где-то в большинстве своем, из-за этой тяжелой семейной и финансовой ситуации, мы когда переехали, мы жили в однокомнатной квартире. Я жила вообще на кухне долгое время. Ну, как долгое, до совершеннолетия. Жила на кухне, я помогала маме, пошла рано работать. И у родителей не было, они постоянно были на работе, не было должным образом много времени мной заниматься. И я вместо того, чтобы как-то, ну, как, вот, да, вот, вроде... А, да, 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 сейчас. Столько всего хочется просто донести, рассказать. Из-за того, что не было должным образом родителей времени уделять, немного времени, там, не знаю, не было такого, что мама такая, ой, ты будешь танцами заниматься, ты будешь тем-то заниматься. Я сама ходила, сама искала кружки. То есть вместо того, что, не знаю, гулять, отдыхать, там, родители, прям, не знаю, идеально, родителей нету дома, устраивайся в косеки, не знаю, гуляй, там, как называется, списка, да, в молодежном. Отдыхай, веселись. А я как-то наоборот, мне хотелось пойти, наоборот, помочь маме денежку заработать. Или пойти там куда-то свою энергию, как-то обузданным способом пустить. А где-то признаю, что очень много в свое воспитание я сама вложила в детстве. То есть я сама подумала, так, ой, а что я буду там, не знаю, свое время тратить? Я лучше маме помогу там за съемную квартиру заплатить денежку, еще где-то. Вот, поэтому ходила на кружки, но я сама ходила, из-за того, что я такой тоже человек, я часто загорюсь, начну делать, а потом такая, не знаю, на коньках катаюсь, такая, о, да ладно, можно в хоккей играть. И все, я уже про коньки забыла, я там уже думала, как в хоккей играть. То есть я очень быстро переключаюсь, и я вижу, кстати, сейчас, это вообще не очень хорошо, это тоже, в принципе, та же самая гиперактивность, это считается не очень хорошо. И вот я на Милану иногда смотрю, и мне кажется, что она прям, меня напоминает, она прям идет, я ей дам задание, не знаю, тот же самый мячик, кидай в корзин, кидай в корзин. Я такая, о, салфеточка влажная, раз, салфеточка, о, можно вытереть? И все, и то есть ребенка за час, она может перезаниматься вообще всем на свете, всеми играми, и ей становится скучно. То есть она быстро становится, теряет интерес к вещам. Я вот все борюсь с этим, пытаюсь перевоспитывать, и вот прям узнаю себя, вот у меня такое было в детстве. И я училась с этим справляться, и, короче, чем я только не занималась. Я, вроде, пытаюсь сконко, ну, более, так это самое, красненько ответить, но все равно заговариваюсь. Да. Привет. Привет. У меня очень важный вопрос, да, актуальный. Скажи, пожалуйста, как ты готовилась к родам, и как потом быстро проходила форму? Да, я вам дом как выбирала. А я лежала в Алмазовом, вот, потому что я читалась. Здесь у нас в Алмазовом на удельный, хороший пергаментальный цепь. С показаний? С показаний у меня была, сейчас, как называется, тромбоцитопени, недостаточно железа в организме, вот, и были подозрения, ну, тяжело плодам было без железа, и мало воздуха им было, как это, анемия, вот, легкая анемия первой степени. Так, с научным языком закончили. Вот, были показания, я туда попала, то есть я попала по бюджету, по квоте, ну, и то я, когда сидела на комиссии, подавала все эти документы, просто мило улыбался, говорю, ой, их двое, а вот это классно, сюда бы мне прийти рожать. Ну, как бы, немножко постаралась там, и попала туда. Хороший совет, сделаю так же. Да, сделала. Ой, какой, а вы, наверное, занимаетесь больницей, вы такие молодцы. Вот, рожала, готовилась к родам, я просещала курсы, то есть я прочитала, что надо готовиться к родам, понимать хотя бы, чего ты ожидаешь, вот, потому что когда начинаются сами схватки, в первой роде, да? Да. Прикольно. Хотели по ту сторону, да, если я тебя всех спрашивала, как это, что это, и все говорили, пип, я там, серьезно, я не знала, чем ожидать, и сейчас я уже понимаю, что я готова даже еще раз родить, то есть через все это можно пройти. Вот поэтому тебя и спрашивают, потому что все равно спросишь, там, пип, больше никогда, но так хочется, чтобы потом еще захотелось. Вот, а вот так хочется, прям, на самом деле, очень быстро начинаешь ходить еще, во-первых, да, конечно же, это больно, конечно же, надо, стоит к этому подготовиться, в том плане сходить хотя бы на один курс, как вести себя во время родов, то есть правильное дыхание, потому что я, я просто сейчас помню, у меня начались схватки, и мне говорят, все, у вас там открыть уже пару сантиметров, вы начинаете рожать, это все, это схватки, я вас умоляю, что вы там рассказывали, а через час началась такая боль небольшая. Свои как есть, это А, ноль. А, ноль. Я боюсь, что это боль. Не-не-не, небольшая боль, назовем это так, ноль. И в этот момент я очень испугалась, то есть, у меня очень важно просто взять себя в голову и в первую очередь подумать не себе, а о том, кто у тебя в животике, потому что если не будет правильного дыхания, ребенок начинает задыхаться, у меня не хватает кислорода, на каждой между схватками нужно дышать, обязательно носом и ртом, это очень важно, потому что я начала кричать, я заистерила, я говорю, а-а-а, мне больно. Слава богу, был Паша рядом, он меня так успокаивал, он так тихо, дыши, дыши, забегала медсестра и кричала, да успокойтесь же вы, ну серьезно. Ну, как будто рожайте. По поводу Паши сказала, как ты считаешь, можно с собой брать это нормально? На схватки, да, на сами роды нет. Ну, зачем ему это вот это видеть? А на сами схватки обязательно, я просто когда начинала награждать, я сразу Паша написала, он сразу прилетел, он все это время был со мной, ему уже на седьмое часов мои крики стало скучно, он там пошел кофе, налил и все, что-то, он уже ходил вокруг, ты родишь или нет. Вот, на самом деле, да, опять же возвращаясь, правильное дыхание, правильные мысли, вот, просто первое время я запаниковала реально, когда это все началось, я не ожидала, что тут так, ну, такие, такая легкая боль будет. Я запаниковала, но потом, когда я взяла себя в руки и муж, и мечестра, и вся больница сбежалась уже, вот, я поняла, что не надо паниковать, нужно успокоиться, расслабиться. Попробовала несколько техник, там, прям на месте, там, не знаю, на шарике попрыгать, зеток, вообще ничем не помогает, вот, да, ничего не помогло. Вот, я просто уже расслабилась, легла, помню, мне поставили какую-то капельницу, мне нельзя было эпидуралку ставить, опять же-таки, из-за диагноза, вот, и поставили какую-то капельницу, какое-то нарушение, я лежу, уже спокойно начала носиться, работала с дыханием, дыхание реально помогает. Накарывает больно, дыши носом, ртом, носом, ртом, и когда ты фокусируешься на дыхании, становится легче, но все равно, конечно, больно, вот, в общем, но тот момент, когда рождаются дети, тебе прислабиться к груди, это не сравнить ни с чем, ты понимаешь, что это твоя кровь, не знаю, твоя кровинушка, вот эти глазки, твои все, ручки, ножки, пальчики, это просто хочется на месте все поцеловать, обрезать и прям вообще, и ты забываешь, что больно, не больно. Восстановление после родов, оно первый месяц само проходит быстро, потому что очень активный образ жизни, ребенок там, ты туда-сюда, магазины, кроватки там все, и подгузники, памперсы, пеленки, ты очень много бегаешь, и первое время ты сам быстро худеешь, вот, а дальше прям насильно заставляет себя, заставлялся, кажется, вот на время 15-20 минут на коврике в день сама, без зала, без ничего, просто сама тренироваться. Пресс покачать, отжиматься, присесть там, и все, и быстро возвращаешься. Я желаю удачи, когда ПДР? В августе, начале августа. О, такой большой же животик. Мальчик, девочка? Девочка. Вы решили как назвать? Нет. Нет? Только не Милана, я говорю. Я всех Миланкова знаю, не все очень. Я по поводу Миланы, серьезно, думала, что Милана. Нет, Милана, они вот просто все, у меня есть 5 знакомых, у них дети именно Миланы, они все такие гиперактивные. Ну, если ты готова. Я просто работаю в школе, и с каждым именем, я могу сказать, у меня связан какой-то ребенок, поэтому... Ой, это кстати вообще. Желаю заранее легких родов. Спасибо. Они продают и плавник, и плавник. Да, легкая боль, я запомнила. Да, легкая, легкая, легкая. Главное дыхание. Гу, справа. Спасибо. Было тяжело воспитывать Мартина и дать дело с ней сло? Вторая собака не подружилась с Мартином, и мы отдали ее няне, она живет, и там живет у няню нашей. А Мартин воспитывает... Нет, на самом деле он... Мартин характерный, но очень умный. Вот в этом еще его такой большой минус. Он очень умный, но он очень характерный. То есть я ему показывала команду «умри», как его воспитывала. Вот так вот тысяч пальчиком стреляла, крутила его по кругу, положила на спинку, давала вкусняшку. Спустя час история не менялась. Я показываю тысячу, он смотрит на меня вот так вот, я его кручу, пладаю на спину, даю вкусняшку. То есть, короче, я ему дала по жопе, такая «Мартин, дала по жопе, испугалась, покрутился, лег на спину». То есть я поняла, что он очень характерный, он умный, он понимает все, беспрепосновно. Когда он занимается профессионалом, с кинологом, с хендлером, водили его на выставки, там люди грамотные, там им сразу метод «кнутая пряника», все, он все команды сразу понимал. А другие хаски, они все такие понятливые. То есть там произвел с характером, потому что говорят хаски... у заводчицы какой-то. О, все лошки, да, точно не помню. Ну, то есть заводчики есть, руки? На вид объявление нашли. Да? А у тебя будет продолжение «Банано-шоу»? А, что я спрашиваю? А, все. «Банано-шоу», да. Понравилось? Давайте, честно, поднимите руку, кому понравилось «Банано-шоу», кто его смотрел. Вот, классно. Да, мы хотим. Вот, я в это «Банано-шоу» тоже, мы вложились только души, времени, силы. Я боялась, зайдет, кому не зайдет. Вот, вот, увидели там, все прям реально профессионально снято. Вы прям заморочились, там, студия, камеры, там, все. Вот, но нам понравилось, что это было с такой душой, видно, что мы, как бы, не просто постановочно это все, там, не знаю, сняли, у нас не было никакого сценария, мы просто ржали, и как-то проводили время. И тут я подумала, что действительно очень классно. И вроде вам понравилось, потому что действительно смешно. Вот, и поэтому я думаю, да, вот думаем кого. А кого хотите? Есть кого? Кого позвать? Вайпер. Я думаю, поздравлю по очереди всех. Да, и Лапу Стопов, Штепсов, Татарку, да. А можно вам сказать большое спасибо за ваш позитив, за то, что у вас в сторизах нету вот этого плохая погода сегодня, даже всегда проснулся, там еще что-то. За то, что вчера рушатся дома, или она идет дома, по-моему, смеет, ну, как-то вот нет вот этого какого-то... было вот этого с детьми. Вот у меня два сына у самого, вот я сижу, смотрю на вас, думаю, вот, вот как надо. Вот как-то заблечь, как-то, ой, вот спасибо вам большое, в магазине, там, где издачу не додали. Я говорю, зачем ругаться, зачем что-то это? То есть как-то я научилась жить позитивом, научилась прям контролировать свои эмоции. Я прям очень хочу со всеми поделиться, потому что жизнь, она такая прекрасная, и мы все такие классные. Вообще, я как будто в секте какой-то сейчас чувствую. Твори добро. Вот, и я понимаю, что... Спасибо, правда, за такие слова, я понимаю, что я все это делаю не просто так, что действительно многие мамочки пишут, что по-другому стали смотреть на материста. Просто я сама прошла через это, прошла вот через слезы, у меня вот реально... Просто это Паша своими глазами видел. Он заходит, это прям картина маслом. Он заходит домой, плачут дети, плачу я, и собака какает, прямо какает. Потому что я не как, я даже планировала с детьми выйти, собака, и все, но это очень тяжело было. Я прошла через огонь, воду, мирные трубы. Я поняла, каково это... Мне очень круто, что вы так реагируете, и я понимаю, что это дело не просто так. Смотрите, сколько народу пришло вообще. Я не ожидала. И мне это очень приятно. И в первую очередь я делала это для вас, и мне так приятно эта отдача. Прямо безумно приятно. И я вас очень люблю. Очень. Спасибо. Спасибо. Может, попоткаемся? Да-а-а-а-а. Ну, давайте фоткаться. Я внимаю. Друзья, ну, так опираться, если можно по очереди, вот от этой стороны... Я думала, ты денег хочешь взять. Друзья, я плакаю через каз. Все тогда. Давайте все помашем ручкой, покричем. Уууууу!